бмв когда-то она с космоса спустилась и вот я сейчас только попытался в течение 5 минут настроиться вообще для поездки что надо делать но непонятно кнопки разные все их очень много вот так вот драйв включены так и ну и поехали 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 на бмв 745 свое время когда эта машина просто появилась на свет сразу стало понятно что мы начали дружить в другой вселенной с другим измерением потому что ну те семерки понятно да классика было это как вот сверху полетела сверху прилетела и скажем так вот у людей сразу очень много вопросов возникло вот что это такое с чем выйдет система i drive вот почему-то нет привычного переключения все электронная вот да машина которая вызывает но явно задумчивость мою потому что ну скажем так водитель должен ехать а не думать о том как общаться с автомобилем но это все конечно лирика правды ради скажем максим просил не нажимать на педаль газа и не буду этого делать потому что 350 практически с один из сил это то что доктор прописал для тех кто умеет ездить теперь можно было конечно поиграть в этих в разрушитель легенда кстати я и проиграл недавно поехал на 6-литровом двигателе екатеринбурга до магнитогорского спокойно так ехала так не напрягает так вот который поставил полетел все 90 вот и где-то в екатеринбурге меня обогнали значит две двенадцати потом мы с ней встретились в магнитогорске на буранке меня обогнали быстро летели понимаешь как бы туалет часто надо было раз быстро летишь а я вот так спокойненько подъезжаю к тигуну смотрю там машин 50 собралось нажал на фидаль газа и все ровно 15 секунд эти бана нету вот сколько бензина я съел съела бензина ровно 50 литров вот эти небольшие глаза и у меня просто нет такой возможности в течение пяти часов вам эфирить так бы показал живую а вот да про эту машину такая машина всегда сегодня и сейчас не кислых денег естественно почему нет потому что она в германии стоит 120 тысяч евро новая машина такого уровня кстати все-таки мне жаль вот то что они так резво спрыгнули с этого дизайна вот новая машина стоит 4,5 миллиона ну почти 5 в счетом курса евро и растаможки эта машина где мы ее взяли вот теперь есть большое преимущество у нас я начал архивировать все свои кино и это кино вы тоже сможете увидеть просто в любой поисковик вбивайте фамилия челейкин достаточно редкая челейкин она пишет по-английски тыкаете и там будет видео смотрите наслаждайтесь так вот я к чему это все за 10 лет работы кстати десятый год автостоп дальше идет но и нос утерли всем автомобильным передачам почему потому что они как-то стебаются да мы больше вам показываю но и как бы мы попытаемся вместе чему-то научиться в этой жизни если получается вот сюжетов я туда уже слил 350 сколько машин я и не помню они как-то слились у меня но вот такие машина не остаются в памяти естественно такую машину сейчас реально купить я это не четыре с половиной миллионы это цена всего лишь растаможки двигателя в 4 и 5 литра двигатель 4 5 литра вы можете привести естественно не проблема только за растаможка вы отдадите примерно 900 тысяч рублей эта машина стоит 930 тысяч рублей имеет комбинатовскую историю эксплуатировалась только по нашим великолепным ростом смысле дорогам южного сабана еще раз сниму шаповку очень сильно люблю алексея гущина и вообще видимо филиппе чарашникова потому что ну если есть город идеал по дорогам то этот магнитогорск соответственно родной пробег причем как бы так скажу что это реальный пробег 8 лет машина эксплуатировалась но последние два года вообще не эксплуатировалась и где-то по город погоду накапывала но примерно 30 тысяч в общем не эксплуатировался активно агрегат то есть но можно спокойно за 930 ездить на автомобиле теперь если вам кто-то чего-то скажет типа не посеять и шапка я скажу но ребят появилась такая возможность да ездить на в отличных машинах я собираюсь такие машины вот эта машина кстати вот вот сейчас потому что телефончик дам я расскажу что есть такое коммерческое предложение представляете mercedes 600 и представляете к нему nissan skyline на всех пирогах отличный линкольн континенталь и всего это удовольствие миллион 200 вот вот конечно при условии покупки всех автомобилей сразу но если нет то вот ну просто чуть-чуть макс терпи а все перед ям 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 очень хотел бы вам потом как-нибудь и машины не спортивная но садится мне все равно одно удовольствие можно подвинуть сиденье и спокойно учиться а какой комфортабельный кожаный диван правда я чуть переборщил честно говоря придется двигаться а а а а и и а где у нас просили отдельно по всех сюжетах усиливать замене безопасности это вот так вот да вот так ну и вот теперь самые первые проблемы которые начинаются когда вы садитесь бмв в 7 серии такой новый такой навороченный в сравнении с той семеркой простой хороший славный семеркой вот что это такое без бутылки я бы сказал без ящика не разобраться ну вам попробуем разобраться жмем на тормоз у нет так как с паркингом снимать называется разберись нет я разберусь конечно так нет ну назад а вот драйв разобрались ушло наверное секунд 50 ну что ж попробуем в действии этот аппарат поехали ой мама так я тоже согласен с Алексеем нельзя чтобы машина сделала все за вас хотя почему бы и нет с другой стороны вот уже начав движение достаточно приятно себя чувствуешь еще делать не надо даже на газ даете не надо сама едет самоходный автомобиль самобеглая коляска да плавный схода ну об этом даже речи быть не может хотя бмв по сути спортивная машина и на тебе плавно идет а вы ну вы увидите эту резину на этих дисках все равно плавно вообще конечно бмв когда вот это вот выпустила вот это вот космический корабль я бы сказал но все немножко конечно удивились потому что ну непривычный мягко говоря облик этого автомобиля разделил ровно пополам аудиторию все они говорили ой страшилище другие говорят да что вы ну классная новая машина что вы пристали она стала больше она стала шире она стала просто объемнее потом постепенно все привыкли и в принципе всем стало нравиться ну тут как всегда бмв учудила вернулась ближе к той классике но вот эта машина по прошествии ну вот если она 2002 года по прошествии 8 лет нам стало нравиться только больше во первых конечно из-за цены потому что сейчас реально ее купить и хотя все говорят что сейчас во время и после кризиса нужно покупать автомобиль который бы стал не просто роскошью а инструментом так вот это вот действительно инструмент причем для зарабатывания денег для зарабатывания больших денег потому что в России тон дороже всего дороже любых денег что доказано на примере Алексея который ну в свое время приобрел 600 тот самый 600 ну что пора разворачиваться сейчас посмотрим как это делает бмв 7 серии большая машина далеко за 5 метров длиной вот мы берем смотрим зеркало заднего вида поворачиваем руль невесомый руль вообще можно пальчиком крутить и спокойно разворачиваемся на достаточно узкой дороге нет я так издеваться над тобой не буду ну хорошо пробуем закрыть окошко и разогнаться я я я не буду останавливаться я я сходу пойду сходу пойду ну ладно хорошо даже останавливаюсь вообще пожалел бы ты вот тех которые едут навстречу потому что облику машину суровый свирепый еще на такую скорость полетели ларила 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 ой не сдула там тебя нет встречная тум-туридум-туридум вот не прошло и нескольких секунд а мы уже 140 едем ой в смысле 160 ой какая красота как идет вы меня слышите вообще да наверное слышите а мы едем 180 км в час вот такая шумоизоляция в семерке бмв ну ладно хватит баловаться простите нас господа контролирующие органы всяческие ну надо было показать что это за аппарат и вот сейчас видите мое лицо довольное да нет надо ехать на ней надо ехать я считаю вот так вот ну 70 км в час и наслаждаться а тем кто хочет наслаждаться не просто наслаждаться смотря там фильм наш или где-нибудь в ютубе его найдя а хочет наслаждаться по-настоящему напоминаем про цену цена этого автомобиля 930 тысяч рублей это не шутка это на самом деле так вот все-таки сейчас к сожалению автопром пошел по пути вот этих вот как это называется шасси да не шасси платформа на одну платформу одеваются разные кузовы почему-то они все настолько похожи все это стойки и вот исключение вот это вот машинка потому что вот даже ну это сродни анекдоту но это на самом деле так моя супруга впервые увидев один замечательный английско-немецкий аппарат сказал ну неплохо Волгу приодели и так упаковали я говорю а почему ты решил что это Волга ну смотри говорит буква В в середине а по бокам крылышки помнили что это за марка все на самом деле это Бентли континентарь звуки ну Бентли с Волгой я конечно не спутаю но вот те же самые Ситроены те же самые да даже наверное вот новые BMW они уже все-таки по пути такого слегка одинакового дизайна пошли а вот этот космос как был космосом так и останется и обладание таким автомобилем да может кто-то скажет что это очень дорого но на самом деле тут вопрос в том как вы его будете эксплуатировать будете эксплуатировать осторожно он вам принесет еще немало радости и при этом ну из кармана денег немного потянет хотя конечно колеса старайтесь так и так и и Продолжение следует... Продолжение следует...